Всем привет, это Даша. Идёт вечная, ну не война и не противостояние, а как бы это назвать, лёгкое недоумение по отношению друг к другу людей, которые в разных форматах воспринимают книги. Кто-то любит натуральненькое, кто-то любит в электронном, а кто-то вовсе предпочитает аудиокниги. И сегодня я хочу рассказать, в чём для меня минусы и плюсы, и первый, и второй вот этого формата. Я пробую их все, но сразу немножечко целями тестировать третий вариант от первых двух, но во всём по порядку. Итак, от чего же вообще изначально пошло такое вот разночтение в предпочтениях? От ведущей модальной системы восприятия мира человеком. Они бывают визуальные, когда преимущественно человек воспринимает окружающий мир через глаза, аудиальные, соответственно, через слух, кинестическое, через ощущения, привет, активы, маньяки, и через обонятельно-вкусовые ощущения. И я бесспорно отношусь к визуальной части населения, которой представляется большая часть, чем прочих, если не ошибаюсь. И мне больше, соответственно, нравятся книжки именно натуральные, хотя я против электронных ничего не имею, хотя они для меня ступенечка ниже. Но в совсем третьем месте располагаются аудиокниги. Итак, в чём для меня достоинства и слабости этих трёх форматов? Начнём с электронных. Со мной уже больше 10 лет, однако, вот такая книжка от DIGMA. Это DIGMA E601HD, она совсем такая, побитая жизнью. Вот эта вот обложка, она такая, уже погрызенная животными слегка, потрёпанная. Потому что читаю её везде, и просто в квартире у себя, и в общественном транспорте, и даже в ванной. Значит, сама книжка выглядит вот таким образом. Это достаточно удобный формат в плане размера, но в плане начинки не очень-то, потому что меню, его настройки и то, как расположено именно меню не по общему устройству, а именно по конкретной книжке читаемой, мне не нравится порядок расположения команды. Ну, это уже дело отдельной книги электронной, а мы с вами всё-таки обозреваем такой в общем формат. Так, что здесь удобно? Мне удобно здесь добавлять закладку. Правда, именно вот именно в моей книжке их можно добавить всего 10 штук. И если вы лечите и добавите больше, они просто начнут добавляться с самого начала, и первые закладки таким образом будут утеряны. Поэтому важно какой-то момент, ну, отслеживать, сколько вы добавили, и если число превышает 10, то отмечать нужно страницы как-то ещё. Поэтому это одновременно и плюс, и минус. Далее, книги при видателем в штурном формате гораздо дешевле, чем в бумажном, а то и вовсе, если это не принципиально, то можно добыть и бесплатно. Самое главное достоинство в моих глазах – это то, что книги не занимают место. У меня просто в личной библиотеке домашней больше 3000 книг, и да, они скоро меня выселят. Она долговечная. Вот она у меня уже, как я говорила, выше, по-моему, больше 10 лет, если не ошибаюсь. Она очень потрёпанная в жизни. Она иногда глючит, но она всё ещё жива, и дискомфорта мне особого не доставляет. Но теперь переходим к слабым местам. И самое слабое из них – то, что у меня возник такой определённый комплекс боязни выключения книги. То есть, когда это можно настроить в настройках, но фишка в том, что там есть, по-моему, переход в режим сна, когда она просто сам выключается, ну не полностью, а частично, через 3 минуты и через 5 минут. И есть вариант «никогда». Но если выбрать «никогда», то расходуется быстрее аккумулятор. А 3-5 минут, иногда, если читаешь документальную книгу, а я очень частенько этим балуюсь, то я могу не успеть выписать нужную мне информацию. И поэтому периодически приходится нажимать какую-либо кнопку, в основном это переходит на другую страницу, та, что была раньше, а потом обратно на текущую, ну просто с тем, чтобы она не пришла в режим сна без моего желания на это. А я не люблю, когда такое происходит, и я заметила, что даже если я читаю книгу в натуральном виде и что-то выписываю, я начинаю бояться, что она сама выключится, и у меня возникает такое желание перелеснуть, как это я делаю в электронном виде, и только потом я вспоминаю, что стоп, как же она выключится, если я читаю её, кошка пришла помочь. Если я читаю её в натуральном виде, то есть она сама не выключается. Вот такой у меня страх остался, и он, по-моему, так себя, видимо, и не живёт, пока я вовсе не перестану читать в электронном формате, а я не перестану. Мне не хватает тактильности в ней, то есть чисто вот это ощущение, что я могу перелеснуть страницу, просто подержать в руках, вдохнуть в себя аромат чернил, я не знаю. Мне этого не хватает, и это тоже такое слабое место. Ну и такой самый прям раздражающий фактор, кроме выше обозначенного моего комплекса, это то, что мне всегда удобно, собственно, всегда неудобно читать сноски. То есть в тексте они, ну и это как циферка, нужно вызвать меню по книжке. В этом меню найти слово «сноска» оно не в первых самых командах где-то содержится, а вот в середине команд в общем действия, долго переключать до нужной. И пока вот откроешь одну сноску, наверное, пройдет минута, а если книжка заглючит и вызовет мне вместо меню по книжке, меню по всему девайсу, в общем, две, а то и три минуты займет. То есть прям вот раздражает, особенно там, где сносок действительно много, вот там, где я читала автобиографию йогу, там буквально, кажется, страница по несколько сносок. И при этом они дико интересные, пропускать их не хотелось бы, а хотелось бы все изучить, прочитать, а то и выписать. И вот в таких вот книгах это прям неудобно. Дальше мы переходим в книгах в аудиоформате, причем я их не могу воспринимать просто как книги, потому что книги для меня это то, что читаешь глазами. Ну и в случае, если человек с ограниченными возможностями в зрении, то тактильно. А аудио это что-то другое, не знаю, как назвать, аудиоспектакль, хотя нет, это тоже отдельная какая-то категория. Ну просто когда кто-то что-то тебе читает, это получается не ты сам читаешь. Это как бы та же основа. Вы воспринимаете просто другим органам восприятия ту же самую, казалось бы, информацию, но вы воспринимаете ее не сами, а через проводника, через посредственника. И от этого немножечко ко все идет другое. Но давайте сделаем все-таки акцент на достоинствах и слабостях этого метра. Начнем с сильных сторон. Это экономия времени. И одновременно вот я принадлежу к той категории людей, которые не способны что-то делать одно. Я многозадачный человек, мне нужно по два, по три дела одновременно. То есть просто идти по улице о чем-то думать, это не мое. Мне нужно что-то... Я пыталась слушать музыку, но мозг не слишком занят, не слишком активируется при этом, мне все равно скучно. Я пыталась учить стихи, в частности, Пушкина и Евгения Некина. Прилично, кстати, выучила, но тоже как бы покатишь с работы домой и наоборот с дома на работу, но тоже как-то это не всегда по душе. Допустим, готовишь, убираешься, принимаешь ванду, тоже как-то вот мокрыми пальцами полезешь в книжку, посмотреть, что там дальше в стихах, учить какую строчку нужно. А вот аудиокниги в этом плане выручают. И, правда, пока я все-таки использую не аудиокниги, использую я и для другого в этом позже, а слушаю подкасты в основном на историческую тему. Вот в этом плане аудиокниги хороший выход из ситуации. Если вам хочется воспринимать информацию книжного плана, не хватает на это времени, то можете это делать попутно, делать какие-то другие дела. Еще одно достоинство, аудиокниги тоже не занимают место в пространстве. И на этом в моих глазах достоинство этого формата заканчивается и начинаются, так сказать, черты со знаком минус. Понеслось. Другая атмосфера происходящего в книге, из-за того, что читает другой человек, а не вы сами. Другой человек может иначе воспринимать определенную информацию и принесить ее вам так, как это видит он. Дико раздражает, когда неверно ставит ударение, и более того, вы сами можете заразиться этим. Например, когда он говорит вместо деньгами «деньгами» или «не звонит, а звонит», говорит. И мало того, что это режет слух, но вы можете, если будете продолжать постовывать и слушать дальше в этом качестве, то можно заразиться и начать тоже неправильно говорить, и это печалит. Следующий пункт немного пересекается с предыдущим – это оговорки чтеца. У меня, например, был случай, когда вместо «палис» произнесено было «полис». То есть, что если была пропущена какая-то интересная сцена или интересная информация в случае документальной книги, то некомфортно возвращаться на пропущенное место, чтобы прослушать еще раз. Та же ерунда, если вы хотите сослаться, допустим, во время написания рецензии или обсуждения этой книги с другими людьми на определенную страницу, то есть, а как еще? Потому что существует несколько вариантов зачитки детки. Кто-то читает быстрее, кто-то медленнее. Если вы сошлетесь на время читки, то это будет не вполне корректно. Придется указывать, давать еще ссылку. Это тоже так себе. Вот самый главный недостаток – не все книги можно найти в этом формате. Вот. Ну и, в общем, я использую аудиокниги, когда не могу заснуть просто-напросто. Действует это примерно… Ну, всем, мне кажется, читали сказки на ночь. Хотя мне вместо сказок читали, рассказывали историю о всей на ночь. Вот. Но на меня это действует. То есть, я так в полголоса включаю какую-нибудь книгу. Обычно это классика. Как правило, уже не так давно прочитанная мною классика. Это… Вот, например, сейчас я слушаю её на ночь, если не могу заснуть, унесённый ветром Маргарет Мичел. Я её перечитывала визуально, глазками, в натуральном виде всего лишь год назад. Поэтому… Почему именно уже прочитанная и не так давно? Чтобы книга не захватила моё воображение, а чтобы я не слушала, а именно засыпала. И так как информация мною была не так давно получена, я там всё помню, что происходит и как. Поэтому я не так заинтригована и заинтересована сюжетной линией, а просто тихо и мирно под вот это вот бормотание засыпаю. Очень эффектный способ, если вы учите с бессонницей, рекомендую, попробуйте. Может быть, вас это выручит из вашей ситуации. Как правило, аудиокниги я в свой список прочитанного не вношу. Поэтому в моих видео, где я читаю о том, что я за месяц прочитала, вы не видите тех книг, которые я слушала и воспринимала в аудиоформате. Ну и, наконец, мы переходим к моему любимому бумажному варианту книг. Они мне очень нравятся, так как здесь одновременно задействуются не только и аудио, и визуальный способ восприятия мира, и тактильный, и обонятельный. И вот просто не забывайте, что чем больше сфера восприятия задействуется одновременно, тем лучше запоминается информация в голове. Вот почему для меня вот такой вот натуральный вид книг наиболее предпочтительный. На втором месте после этого в электронном формате, потому что еще раз скажу, личная библиотека у меня очень обширная, и она меня уже выживает просто из квартиры. Поэтому я выработала вот какую стратегию. Вообще, я читаю все, к сожалению, в электронном варианте, как ни поскромно это признать. Но, если я замечаю, что мне какую-то книгу, которую я читала в словном формате, и я захотела перечитать, да еще и не первый раз, то я заказываю уже в натуральном виде. Также в натуральном виде я заказываю проверенных авторов, например, Милиса Агунина, Сесилия Вахеровна, Фэнни Флэг, и многих других, которых сейчас сразу не вспомнил, даже что первого пришла на ум, то она перечислила. И сейчас мне настоящая радость счастья, потому что прошли новогодние праздники, это не только Новый год, но и нежзиневые мамочки, и нас хорошим тоном в семье считается дарить друг другу книги. Поэтому я маме дарила книги, мама дарила мне книги, мы читали книги друг друга, и поэтому у нас накопилась вот такая горочка натуральных книг, чему я безумно просто рада и счастлива. И в конце месяца я вам буду в кои-то веке показывать книги, вот как они прям есть, в натуральном виде. И они вот как обычно, просто произношу название, вставляю вот здесь где-то картинку, и всё, типа... Вот, прям получу настоящий двойной кайф. Вот первый кайф был, когда я их читала, второй будет, когда я потом показываю. Вот эта книга будет среди них. Это «Время магии, лирконов, оборотни от зелья и защиты от тёмных сил». Автор Филипп Матышак. Классная штука, это такой спойлер большой. Всё, на этом всё. До скорого встречи, пока-пока.